доброго времени суток уважаемые грибоводы продолжает выращивать грибочки и вот сейчас тема на орейши лучше один раз увидите чем 7 раз услышать вот так выглядят грибы орейши удивительным является то что вы наверно сейчас даже возможно не поверите что этим блоком буквально где-то месяца через два будет почти год через два месяца этим блоком уже 10 месяцев значит они здесь находились просто так на каком-то каком-то моменте хранения никаких особых тут вообще просто помещение можно сказать было на карантине и блоки себе стояли ждали каких-то прекрасно они здесь переживали осень потом здесь зимовали потом переживали весну что-то там на них росло но очень такое вот слабенькое мы эти блоки зачистили и значит что здесь произошло из готовили их к удалению из этого помещения но случилось такое явление что пришлось вентилировать это помещение потому что мы здесь поставили на инкубатор вот и решили да равно же тут переплет пока мы в отпуске мы решили позаниматься немножко другие другой такой деятельностью и вот подключили сюда вентиляцию значит для того чтобы вентилировать это помещение когда же вентиляция начала подавать воздух когда же вентиляция начала подавать воздух в это помещение и попал свежий воздух на эти блоки то они все разродились вот как видите грибами риф сам мицелий и на этих блоках показывает просто удивительную стойкость во-первых стойкость к заболеваниям во-вторых стойкость к выживанию в третьих к урожайности о том что вот эти грибы появились в результате подачи непосредственно воздуха на эти блоки может свидетельствовать вот этот момент вот посмотрите это не что иное как споры грибов рейшей значит можно так крупным планом вот здесь взять выглядят они вот приблизительно трутовик такой лакированный и фактически как я уже наблюдаю за ними приблизительно неделю почти мало они сейчас растут значит пришло время для того чтобы их до собирать собирается они как видите очень просто вот посмотрите с другой стороны вот место откуда они вырастали очень так аккуратненько и четко они отламывается имеют хороший такой гриб но лесной запах очень приятный я думаю что вы понимаете рейш это не это лекарственные грибы они абсолютно непригодны пищу имеет очень выраженный такой горький вкус и ну сама твердая структура то есть кушать их нельзя но они используются для приготовления лечебных настоек и разного рода лечебных таких вот лекарств и настойки там на меде на спирте на кто-то на каких-то маслах но в общем для таких целей и выращиваются вот эти грибы что хотелось вот подытожить из этого всего что брейши вот лечебные грибы для себя вырастить очень просто скажем так или помещение принципе изготовления блоков абсолютно тоже как и у вишенки никаких особенностей мицелий просто пересыпается субстрат тот же соломенный можно давать соломина опилчатый тогда грибы будут тоже такие положительные свойства добавляться к ним можно просто делать соломенный субстрат на сломенном субстрате прекрасно выращивается вот такие вот рейши и как вы уже поняли очень длительное время они плодоносят дают вот такой вот урожай сейчас сколько меня есть интересный момент что я вам напомню если вы вырастите вот эти рейши то не забудьте все-таки провести такое сравнение например вот только собранные грибы вы обязательно взвесьте и потом сопоставьте сколько вес вот своих грибов и какой он будет высушен в виде таким образом если вам нужны лечебные грибы то их можно выразить выразить в своем предстоятельном хозяйстве а выращивание на улице из палочек которые вы будете закладывать в старые дни или в старые деревья которые вам не нужны могут стать очень красивым украшением даже для вашего сада потому что природе они растут очень большие разноцветно-оранжево-красные и очень красиво смотрится в любом таком вот своей природной среде желаю вам вообще не болеть и очень хороший совет если у вас такие грибы где-то вырастают вы можете сделать из них настойку и если есть какой-то праздник то употребляем скажем не просто какой-то алкоголь а употреблять можно полезный алкоголь из настойки значит рейш относительно рецептов приготовления этого есть масса в интернете вы можете это по посмотреть что как готовится и к выбрать для себя то что вам подходит относительно приобретения посадочного материала палочек мицелия клеток и так дальше вы можете писать и обращаться ко мне на адрес значит на абоненту скайпа они вашу скул который вы видите на каждом моем видеоролике и мы сможем с вами пообщаться относительно этих вопросов